александр показывает мастер-класс в одно лицо решил хороший судак, нормальный судак, а ты говорил мелочь, или я мелочью идентифицировал нормально, слак нормально, пару фото, аккуратненько, и домой, у нас свояся, подняли с глубины, приходится ему немножко воздуха упускать, так, начало я не записал, это александр волынкин, а я как это на рыбинском море нахожусь, а это знакомьтесь, сударь, судак, это кино будет посвящено тому, как я съездил к Саше Волынкину на рыбалку, вот так вот, ты с первым не захотел, ну да, вот это второе сейчас фотку сделаем, все, погнали Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы рыбку немножко спустили, травили воздух, он стабилизировался, то есть сам плавает, в принципе можно его прямо с подсака, не трогая руками, выпустить, дополнительно не травмирует, да? Да, и он ушел, и спасибо нам сказал, и подарит нам еще море поклевок Первая ваша, Владимир, рыбинская в этом сезоне Слушай, да, 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 и по-моему в прошлом, даже позапрошлом Нормально, класс, Саня, спасибо Давай Давай, пятак А кстати, чтобы рыбу сильно не травмировать, можно еще лайвел налить И туда временно опустить, там сделать физинкому Спустить воздух, а потом уже, когда он успокоится, отпустить его в его родную стихию Да, надо как бы быть откровенным Я всех рыб, которые, скажем так, подозрительные с точки зрения их состояния Сажаю сначала в лайвел, колю и смотрю И, к сожалению, некоторые умирают Ну, потому что мы ловим с глубины больше 10 метров Плюс сейчас вода теплая То есть, 100% рыбы не удается сохранить И если мы отпускаем, как бы, не глядя То просто, ну, надо понимать, что мы вроде ее отпустили, и она потом сдохла Ну, если она сдохла, то чё бы ее тогда не съесть Золотые слова Спугнули его приманку, он ушел вниз Минуты три, наверное, был на дне Вот сейчас опять ушел и всплыл немножко Вот они здесь вот тусуются А вот так выглядит сеть, кстати Вот такие вот четверочки примерно, рыбинские Все-таки поклевывает, хороши Сейчас Саша его физинговым сделает И все Хорошо, когда два монитора Один сюда Один туда Туда И все гормин Да, мы все пропустили Поймал уже? Уже поймал Я вообще камеру не успел включить, ты уже поймал Вот все делает, профессиональная постановка Да Две ноги Спасибо тебе, Володя Левая, правая Поставили и поймал Тут все просто Самое главное, ровно поставить и все И поймать Покажи, что там Тюлька Нет Судачок мелкий Хорошенький А вот так, друзья, это выглядит в панораме То есть у нас в любую сторону Смотри, не хочу Друзья, сом Которого мы наблюдаем В приборе Garmin GPS MAP 12.22 Ильин Владимир Прокатись.ру Пытается его поймать Так как он еще верит, что это возможно Вот Но Когда, допустим Второй рыболов сидит В капитанском кресле У консоли То он видит дублирующую картинку На 84.12 GPS MAP Так как у нас тут проложена сеть Ethernet И при поиске Удобно находиться здесь При ловле сзади Но когда нам требуется Кинуть Рыбе, которая с левого борта Мы подходим сюда И вуаля У нас Lawrence HDS 12 Life И все та же Гарминовская картинка Потому что Они соединены С 84.12 HDMI проводом У 84.12 Каких только Нету Полезных выходов И входов В том числе HDMI выход А у лорика Есть только вход Но этого достаточно Вот Мы получаем картинку Немножко другая Какая-то цветовая гамма Но на самом деле Приятная Хоть и отличается От гарминовской То есть По-другому Он отображает сигнал Ну в общем-то А где сон Владимир? Вы его еще не поймали? Нет Я не смог В общем Ильин не может Ловить сама пока Скилла не хватает Первый большой Пошел За Катя Там второй Походит большой Вот здесь большой А вот здесь Ходит большой Ай-яй-яй А мог клюнуть А взял и просто проводил Смотри Да Огромная рука Есть Да Отлично Все Нормально же Мелкий? Не совсем мелкий Народ конечно будет Ногами топать Возмущаться Что типа там Что мелочь ловите? Трешек называете мелочи Ну как всегда Нормально Кабань Трешка Блин Это не трешка Пятак Это пятак Да Примерный пятак Опа Вот так Классик Ха-ха-ха Да Ну Как-то так Сейчас мы его Прокулем Страиваем Однозначно видно Что у него Надулось Пошли пузырьки Пошли пузырьки Сейчас иголка убежит Я держу Держи иголку Процедуру надо делать обязательно Чтобы рыбу спасать Дайте оклематься А потом его на котлет Пустить Красава Красава Да Не, ну он молодец Он молодец Вот так вот Практически первый день Подходит к концу Мы на воде Вот Что за сколько Поймали Штук шесть Наверное Из нормального По-моему Три четверки И вот Три четверки И где-то пятерка Вот так Первый день заканчивать Ну а завтра будет Другой день Если сейчас что-то поймаем Еще оценим Конечно За сегодня Ну так Тяжеловато Вот на таком Вот огромном Футбольном поле Мне кажется Что-то поискать Тяжело Поиском заниматься Таким Не, ну знаешь Все люди Понятно Мы очень устали Искать Все съели Ну вот так вот Вот как говорится Вот так вот А поищите Как говорится А поищите Вот эти вот места Все Места знать надо Утренняя охота Пошла Пока она не очень удачно Есть один Претендент На фотосессию Там мелькает Пока не сдается Пока он что-то Как-то Не очень Такие вот У них игры С утра Постоит Под это вниз Поймать почти невозможно Постоянно движение Находится Ребята Два судака Один который Пониже У нас не интересует А вот который Так мерцает Он на самом деле Очень большой Но просто Стоит к нам Хвостом И так как хвост Врывы Менее плотный Чем голова Материя То Вот таким образом Это отображается На приборе И за такого Надо перекидывать То есть Приманку Ему Это тот случай Когда За него Надо заводить Да и кстати Косвенный признак Того что он К нам По хвостом Потому что Он от нас Удаляется Удаляться Хвостом Вперед При отсутствии Течения Он не смог бы Да вот Даже голова В какой-то момент Проявилась Но это точно Рыбу Больше пяти Пока Матай Теперь Опускай Рывочек Маленький Сейчас ударит Матай Да Ну он пошел Но Реагировал Матай 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 И уже все Он уже четвертый раз Так делает Проводка Мне понравилась А ему нет Пока кофеек Варится Пока Варится кофеек Да Ну вот так вот Трешек Не хотят Даже этой Из воды Доставать Говорит Не огромный Блин Ну придется 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 Гонялся Почти Мне кажется Час Ну по-моему Это первая честная рыба Которая я сам Нашел Поймал Подсек И надеюсь Сейчас достану Вот такая Где-то 4800 Наверное 3500 Да нет Это что? Да? Ну это 4800 4800 Ну где-то На метрах Наверное 10 Ну все Сейчас ему Физинг И назад Пучину Все Друзья А физинг Вы видели Сейчас Саша Вытащит Выпустит Воздух Из него Пустит И все Отпускаем Как правильно Ему сложно Преодолеть Самые первые метры Поэтому Может это не так Эстетично Но нужно И сейчас мы увидим Он Стартанет На дне Да Вон он Вот он Уже На дне Все И лег И лег Мэтр Судачатник Александр Волункин Лайфхаки Пошли Варить кофе Он уже сварен Пошли Пить кофе Отпустили Судачка А тут Кофеек Готов Да Никакой Там Растворимые Турочки Сварили Погода Позволяет Конечно Был бы Ветерочек 4-5 метров В секунду Тут Не до кофе Было Ну да Сейчас Из тормозка Налили Ну все Друзья Мы пить Кофеек Все Сегодня Заслужили Сутримана Хорошо Погодка Классная Есть Да нет Хер Штанга А как Он за ним Рванул Слушай Я думал Ну сбил Ну сбил Он прям вот Ну было видно Что он атаковал Прямо вот почувствовал Как ему По челюсти Вдал То есть Он ударил И выйдет Опять сейчас поклевка Опять по зубам дал Причем дал ему по зубам Прибор вижу То что Он не успокоился Он продолжает Но Второй раз уже Все таки Не Атаковал Приманку Надел Не в флаге Вот он его Подтянул Что он среализован Блин Да ладно Вот так Да ладно Ну так бывает Это за рыбалка Да Ну ладно То есть У меня С этой рыбой Уже Отношения долгие То есть Я ей несколько раз Кинул Там Она не среагировала Хотя я провел Прямо Уверен что рядом И уже Дистанция между нами Увеличилась До 20 метров А сначала Кидал Она была в 10 Попал Она среагировала Клюнула Сошла Но И ладно Там В общем Колоть ее Сейчас Фоток у нас уже полно Да Это все есть Чем вот Интересен Panoptics То есть В принципе Когда уже На борту Побывала рыба Там В какой-то момент Даже этого достаточно Чтобы Практически Состоявшийся Акт Кстати Так вот Сом выглядит Большой Длинный Сейчас он Да Сейчас он В другом Луче Да Маленький А так мы тут Видели Метра полтора Наверное Видели Да Полезная Не функция А Особенность Установки Датчика Так Чтобы Видеть Момент Падения Приманки На экране Мы его Немножко Переднюю часть Датчика Задираем Вверх Ну Видим Смлет Благодаря Креплению Оно Позволяет Любой угол Поставить Главное У нас Немножко У нас Немножко Вот Вот Идет Ось Штанги Ротатора Датчик Датчик У нас Относительно Штатного Положения Вот так Получается Ну сколько тут Градусов 5 8 Мы можем Еще его Угодить Я думаю У нас При этом Немножко Дно Ну да Оно Видишь Вверх Ушло Хотя Оно Ровное Но Линия Дна При Ловле Пелагика Особого Значения Не имеет Сейчас Посмотрим Как Приманка При Падении Отображается Да Вот Прям Характерный Такой Плюх Плюх Вот это Кавитация Пузырьки Все это видно И до сих пор Даже Отображается То есть Мы видим Что попали Все Хороший Да Все Но он Может и дальше Пойдет Какая разница Да Поставим Еще один Значок Что здесь Рыба есть Хороший был Судак Потом Выстраивается Такая На карте Линия И По ней Не столько Ищешь А просто Идешь И ловишь По этому Треку Линия Такая Из Значков Где Что-то Было Примечательное Так Ну что Друзья Мои Двухдневные Приключения Закончились С успехом Он как раз За спиной Идет Большущая Туча Что Саша Скажешь Хорошего Как Половили В принципе Половили Хорошо Ну Давай Подведем Итоги У нас Из нормальных Рыб Штуки Четыре Или пять Четверок и, по-моему, две или три пятерки. Ну, извините, что мы так небрежно с такими, в общем-то, неплохими рыбами относимся к их учету. Ну, просто для нас они стали привычными. Не для всех привычными. В целом, я думаю, что тебе некоторые нюансы по проводке стали понятнее, и, в принципе, по поиску, обменялись опытом по разной водно-моторной тематике, хорошо пообщались, думаю, что продолжим это, возможно, в какой-то другой акулатории. Будем надеяться, не знаю, пока, будем надеяться. Владимир, спасибо тебе, было очень здорово. И тебе спасибо, Саня. Спасибо большое, не знаю, сейчас, как телефон, сядь, все, вот так. Все, друзья, было классно, вообще замечательно. Так, ну что, прошло несколько дней, надо что-то, как-то, подвести, некие итоги. Поездки к Саше Волынкину. Первая мысль, то, что конфиг у Саши вообще классный. То бишь, для одного человека, которым он в основном рыбачит, с задней фиш-платформы установлено сидение, установлено пара эхолотов, которые ты видишь, смотришь и быстро принимаешь решение, быстро закидываешь. То бишь, вот в таком формате я даже начал задумываться, не сделают ли себе то же самое на лодке. Очень удобно. Сзади установлен мейн-таргет, сзади ротатор, педали в руках, передвижение на лодке на электромоторе. То есть, такая некая вторая философия имеет место быть относительно того же Паши Мучко, у которого немножко по-другому происходит поиск рыбы, забросы, вываживание. Абсолютно две разные философии. Какая из них победит, никто не знает. Второе, очень многому научился за эту поездку, за что ему, Саше, я благодарен. Низкий поклон, отличная компания, очень хороший и душевный человек. Есть о чем техническом поговорить. В общем-то, обсудили разные нюансы подачи рыбы, рыбалку, электронику, в конце концов, которую он очень мощно понимает, как технический специалист. Это очень круто. Третье, даже не знаю, что сказать, но это круто. Это круто, это здорово. В общем, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш телеграм-чат новостной. Будем там, конечно же, все это выкладывать. Наши поездки, мои поездки. И заходите в наш телеграм-чат, технический чат. Там много вопросов, связанных с лодочными моторами, техникой, электроникой, подсоединением приборов, установкой, настройкой, прошивкой и много-много-много-много всего. Не хвостанье чешуи. Берегите рыбу. Ловите, отпускайте. Если вы хотите что-то взять с собой покушать, ну, возьмите то, что вам необходимо. Ну, немного. Оставляйте рыбу потомку. И вообще, рыбалка с лайфскопом, это очень интересно, познавательно, трудно. Трудно. Пока.